Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 8 февраля. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня мы с вами разберем ключевые события предстоящего дня. Потребиться и давайте начнем также с экономического календаря. Посмотрим, какие на сегодняшний день есть важные, актуальные события, на которые стоит обратить внимание. Итак, зайдем опять в экономический календарь. На сайте Amarkets он находится в разделе «Клиентам. Экономический календарь». По умолчанию открывается экономический календарь на сегодня, на 8 февраля. Из новостей 10.45 у нас объем экспорта, объем импорта и торговый баланс во Франции. В 14.15 выступление член направления Немецкого федерального банка Больца. И в 16.30 объем импорта и экспорта в Канаде и США. Но также торговый баланс в Канаде и США. Краткосрочный прогноз развития энергетики в 20.00 и в 21.00 выступление вице-президента Немецкого федерального банка Буха. Ну, на вторник экономический календарь, как мы видим, с вами чуть-чуть поинтереснее, чем был вчера. Но в целом, опять-таки, каких-то важных событий, которые действительно могут повлиять на финансовый рынок, сейчас нет. Вернемся в MetaTrader. S&P 500 у нас находится плюс-минус на тех же уровнях, что и вчера, какого-то особого движения не произошло. S&P 500 на часовике консолидируется. И в целом, я думаю, что вот эта формация приведет S&P 500 выше 4500, где-то в районе 4584 на обдавление предыдущего максимума и на последующий рост. Четырехчасовый график, в принципе, также выглядит достаточно восходящим. То есть я до сих пор продолжаю рассматривать вот это движение как коррекцию перед дальнейшим ростом. Переключаемся на индекс доллара. Индекс доллара мы вчера с вами рассматривали. Вчера картина была у нас с вами несколько другой. Мы рассматривали здесь графический паттерн на вымпел и ставили цель, что цена будет на вот это расстояние идти вверх. Но, как видим, индекс доллара начал удлиняться и как такового роста не произошло. Но в целом формация остается растущей. И я также продолжаю думать, что индекс доллара будет расти с целью 95.80-96. Поэтому за индексом доллара, я думаю, последует рост. Переключимся на евро-доллар. Евро-доллар с вчерашнего дня плюс-минус стоит на месте. Какого-либо сильного движения по евро-доллару не было. Можно предположить, что если индекс доллара будет расти в район 96-95.80, то евро-доллар будет снижаться. Какой-либо нижний уровень по евро-доллару. Это, в принципе, в районе 1.1350-1.1360. Можно выделить вот именно вот этот уровень. Да, плюс-минус в прошлом цена от этого уровня уже отбивалась. И весьма вероятно, что при достижении индекса доллара отметки 96-96.20, евро-доллар мы с вами сможем увидеть в районе 1.1350-1.1360. Плюс-минус в этом диапазоне коррекция и последующий рост. Потому что, если переключиться на другие таймфреймы, видно, что евро-доллар переключился в восходящий тренд. Образовалась практически большая свеча поглощения на недельном графике. И после небольшой коррекции, возможно, дальнейший рост. Посмотрим график золота. Вот у нас четырехчасовый график. С вчерашнего дня золото выросло до уровня 1820-1822. В целом, можно говорить о том, что золото отбилось от горизонтальной, от трендового уровня поддержки. И по золоту можно ставить цель 1830. При пробой 1830, соответственно, открывается цель 1850. Думаю, что по золоту мы в скором времени увидим рост. Биткоин. Биткоин, наверное, самый интересный инструмент. С вчерашнего дня биткоин очень сильно вырос. Мы вчера с вами рассматривали уровень 45000. При пробой этого уровня можно говорить о том, что сейчас на рынке будет идти восходящая динамика. И вот буквально некоторое время назад, получается, часовой график. В течение этого часа цена по биткоину доходила на уровень 45478. Ну, практически 45500. И восходящая динамика остается. Если переключиться на недельный график, здесь в целом картина выглядит достаточно уже бычей. И думаю, что сейчас уже у трейдеров должно быть больше уверенности о том, что биткоин будет расти. Так, на месячном графике здесь вообще очень интересная картина. Да, в принципе, можно говорить о том, что биткоин сейчас пойдет к своим максимумам 68, 69, 70 тысяч. Нефть марки Brent мы с вами вчера не рассматривали. Ну, давайте про нефть тоже поговорим. Нефть достигала своего максимума 94 доллара. Это максимум 2014-2013 года. Как смотрим по техническому анализу, восходящая тенденция по нефти остается. И сейчас говорить о продажах по нефти, я думаю, пока очень-очень рано. Следующая цель, думаю, 97, 98, 100. И, возможно, даже нефть в течение этого года уйдет выше 100 долларов. По крайней мере, пока нет никаких технических сигналов о том, что нефть может развернуться. Фундаментальные сигналы – это лишь сделка США с Ираком по поводу ядерной сделки. Соответственно, Ираку разрешает поставлять на общемировой рынок нефть. И США снимает санкции. Поэтому говорить о том, что сейчас по нефти будет коррекционное движение, точно я бы не стал. И говорить о том, что цена сейчас будет резко расти и нужно покупать, я бы тоже не стал. Потому что покупать по 92, по 93 с целью 100 – это достаточно уже, на мой взгляд, рискованные сделки. И перед тем, как входить в нефть, лучше дождаться коррекции. Но я думаю, здесь коррекции не будет, здесь будет прям сильное падение. Процентов на 7, на 8 – коррекционный откат, как это было в прошлом. У нас сейчас дневной с вами график. Смотрите, как в прошлом нефть корректируется достаточно сильно. И уже, получается, с ноября месяца никакого коррекции не было. Хотя бы на 84, на 85. Пока такого и не прогнозируется. Я думаю, перед тем, как такое коррекционное движение на рынке нефти образуется, сначала нефть дойдет в районе 100 долларов. Ну, а это были все новости на сегодняшний день. Каждому из вас я желаю успешной торговли на финансовом рынке вместе с компанией Markets. И всего вам наилучшего. До свидания. Продолжение следует...